Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробности. Среди лет назад и была создана федеральная программа «Ты – предприниматель». Подробнее об этом и не только говорим с Екатериной Тимохиной. У нас есть несколько образовательных программ в рамках программы «Ты – предприниматель». Извините за тавтологию. Есть курс «Школа молодежных предпринимателей», который в Рязанской области с 2009 года действует, который успешно себя уже показал, который теперь входит тоже в программу «Ты – предприниматель». Есть новый курс, направленный на студентов старших курсов, который носит профориентационный характер, курс «От идеи до бизнеса». Цель этого курса – получить максимальные знания, компетенции, которые должны быть у предпринимателя. Вообще приветствуется, чтобы студенты старших курсов занимались дополнительно каким-то своим самообразованием. И вот данный проект даст возможность им бесплатно получить новые знания, которые помогут им в дальнейшем открыть свой бизнес. Причем есть договоренность рядом учебных заведений, что если студент старшего курса проходит данный курс и открывает свой бизнес на четвертом курсе бакалавриата или на пятом магистратуре, то он имеет право по договоренности с учебным заведением написать дипломную работу уже по своему действующему принятию. Не всегда наш диплом и выборная профессия соответствуют друг другу. Иногда мы расходимся в разные стороны. Какое количество молодых людей не боится пополнить рынок предпринимателей? Все-таки достаточно тесно там. На самом деле у нас ранее были ограничения по количеству участников, которых мы принимали в программу. Если говорить о школе предпринимательства, потому что в Рязанской области действовал только один образовательный курс, и обучить мы могли всего 30 человек в год. То есть бесплатно. А желающих? Желающих было всегда много. Ну, 2-3 человека минимум на место. То есть всегда был большой конкурс, и нам приходилось в течение дня отсматривать кандидатуры и выбирать наиболее перспективных. Сейчас, так как мы работаем уже в рамках федеральной программы, у нас есть больше ресурсов, мы задействовали муниципальное образование и активнее работаем уже с нашими городскими ребятами. Если у вас есть бизнес-идея, и если есть желание открыть свой бизнес, можно попробовать подать заявку на школу предпринимательства. Туда я рекомендую пойти тем людям, которые уже готовы приступить к открытию своего дела. То есть не думают еще, а стоит ли мне или не стоит открывать, а которые уже точно решили, что они этого хотят. И именно они смогут получить в школе предпринимательства те нужные знания, которые помогут им на первых этапах открытия своего собственного дела. Тем, которые только задумываются, которые являются студентами старшего курса, я рекомендую вот этот курс «От идеи до бизнеса». Также будет курс, носящий тоже практика, ориентированный характер, который позволит сформировать бизнес-план и получить необходимые тоже пошаговые инструкции по открытию собственного дела, направленные больше на написание бизнес-плана и понимание всего процесса ведения бизнеса, где тоже смогут принять участие как бы жители нашего города и области. В совокупности мы готовы будем обучить около 300-350 человек. А по итогам что? Какой-то диплом, сертификат? Это документ, да. Документ мы выдаем по окончании. Он не имеет государственного стандарта. То есть это документ, который выдается нашей программой. И вот некоторые курсы мы делаем совместно с нашими партнерами, там, ну, ключевыми банками нашего региона, профориентационный курс, например. Будет документ наш совместный. Я думаю, что для многих студентов это будет хорошим стимулом для того, чтобы, даже если не открыть свой бизнес, потом при трудоустройстве. Многие приходят и хотят, говорят, я хочу открыть свой бизнес, я там предприниматель, в моей душе есть вот этот вот порыв и идея. Но на самом деле, когда они начинают делать какие-то первые шаги, они сталкиваются с большим количеством проблем и понимание. А, например, что сразу останавливает? Мне кажется, если есть действительно желание и финансовая возможность, все-таки будем говорить и об этом тоже, то преград нет на самом деле, они где-то в голове. Есть преграды психологические, вот я как раз сейчас об этом хотела сказать, мне немножечко опередили. Большинство людей, которые собираются скрывать свой бизнес, это люди либо вот со студенческой скамью, у которых много амбиций, которые понимают, что они не хотят идти и работать на кого-то. Да, либо это те люди, которые поработали на кого-то и поняли, что они хотят что-то свое и что они могут сделать что-то лучше или улучшить какой-то техпроцесс, который был. Берут идею, говорят, что все, я сделаю, берут кредит, открывают свой бизнес, начинают работать и понимают, что спроса нет. И вот наша задача научить их всему, от анализа рынка, от финансовых расчетов, которые должны быть, от простых вещей, как зарегистрировать юрлицо и какую систему налогообложения выбрать, какие документы сдавать в налоговую, как отчитываться, до разработки долгосрочного планирования и до создания вот этой предпринимательской среды, потому что обучаясь на протяжении полутора-двух месяцев на нашем курсе, ребята, они между собой очень сильно сплачиваются. И многие открывают в дальнейшем совместный бизнес, либо друг друга поддерживают, когда они формируют некие проекты. Может быть, есть какая-то идея, которая вас удивила, скажем так, что-то необычное, что может появиться в ближайшее время в Рязани области? Ну, мы вот в этом году еще конкурсный отбор не проходили, поэтому те идеи, которые будут, я еще пока не знаю. А те, которые были, пример какой-то хочется? Да, много разных идей, есть интересные, но идеи, они в разных направлениях, во-первых, да, есть сфера услуг, есть сфера производства. И многие ребята, особенно в последнее время, стараются делать социально ориентированные проекты. Высокого дохода социально ориентированного бизнеса, к сожалению, быть не может. А на старте деятельности, когда у человека нет опыта работы, нужно брать какой-то простой проект в том, в чем он совершенно разбирается, в том направлении, в котором он уже поработал, знает, как там все внутри устроено. Конкурс «Молодой предприниматель России» как давно проходит? Кто принимает участие там? В конкурсе «Молодой предприниматель России» принимают участие только действующие предприниматели, которые работают от года и, ну и выше, как бы, возрастное ограничение до 30 лет. Это может быть как учредитель организации, так и наемный директор, который представляет компанию. Так в чем конкурс заключается? Цель конкурса для предпринимателей, ну это первоначальная борьба между собой, в зависимости от той номинации, в которой они подаются, они между собой конкурируют и получают экспертную оценку от наших жюри. Жюри у нас достаточно компетентные, это крупные собственники бизнеса нашего региона. И в дальнейшем победитель представит нашу область в определенной номинации, в которой он выиграет, на федеральном уровне. В прошлом году у нас 4 делегата ездила на всероссийский этап конкурса, у нас было 8 номинаций, только четверых отобрали на всероссийский этап конкурса. И ребята в первую очередь говорили о том, что даже не столько важно получить вот эту вот заветную статуэтку, хотя это тоже очень важно, и доказать всем, и себе, в том числе, что ты чего-то стоишь, что твой бизнес достаточно значимый, если тебя на всероссийском этапе оценивают. Но больше нужна была вот эта вот среда, в которой они между собой пообщались, когда они посмотрели, что есть подобные бизнесы в других регионах, какие проблемы у них есть. Многие, общаясь на конкурсе, между собой заводят деловые связи и в дальнейшем как-то сотрудничают, потому что где как не на подобных конкурсах искать себе партнеров или клиентов и так далее и тому подобное. О поездке на Селигер прямо буквально пару слов. Ну, вообще в этом году очень удачная у нас поездка была на Селигер. У нас 19 человек отправились в смену предпринимательства. Я считаю, что очень достойно мы представили наш регион. Значит, ездили начинающие, те, кто только собирается в крысовой бизнес, либо кто только первые годы работает. В этом году форум Селигер впервые посетил министр экономического развития торгов в Рязанской области, что нам было очень приятно. Также заместили министра молодежной политики, Денис Александрович Боков тоже был. И вот они пообщались с нашей делегацией, непосредственно в лагере предпринимателей посидели, пообщались, ребята задали свои вопросы. Было очень приятно. И для ребят возможность пообщаться именно с представителями региональных структур власти на таком вот всероссийском форуме, для них это было очень значимо. Также была возможность, вот мы привозили туда специалистов из Министерства экономического развития Российской Федерации, людей, которые немножко на другом уровне владеют информацией. Тоже была неформальная встреча, был некий круглый стол в лагере наших предпринимателей молодых. И тоже они позадавали свои вопросы, узнали, какие вообще на всероссийском уровне действуют программы поддержки, поговорили о инфраструктурных составляющих, о том, что может создаваться, что будет создаваться в нашем регионе, многие узнали. Обратная связь очень хорошая, и я надеюсь, что вот все, кто съездил, зарядились энергией, и в этом году те, которые еще не имеют собственного дела, попробуются как раз в одном из наших курсов, и мы услышим их имена в дальнейшем как о действующих предпринимателях нашего региона. Будем надеяться. Я хочу верить, что мы с вами ответили на главные вопросы, которые волнуют молодых и амбициозных. Я напомню, это была программа подробностей. Если вы что-то не увидели, смотрите на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok